Доброе утро, наши дорогие друзья! Приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. В эфире утренняя программа на канале НБТ Улыбайся. С вами я, Зарина Хасанова. Напоминаю вам о том, что сегодня на календаре 27 ноября и это Всемирный день отказа от покупок. На эту тему мы с вами, собственно говоря, и беседуем все утро. Тем временем у нас есть телефонный звоночек, давайте его примем. Доброе утро! Здравствуйте! Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Дилером. Очень приятно. Ну, расскажите, были ли у вас когда-нибудь вот такие вот безумные покупки? Да, конечно, были. Я вот бы хотела посоветовать, чтобы в магазин всегда ходили сытыми и довольными, потому что на голодный желудок можно приобрести вещь на размер меньше. Поэтому, как говорится, в шкафу одеть нечего, в шкаф уже не влазить, выбросить жалко, но есть отдельная полка. Одену, когда похудею. Поэтому желательно вот вещи брать в магазин. Советую всегда ходить довольными и сытыми. Ну, есть вещи, конечно, которые малы по размеру, но все ждем, чтобы похудею наденем. Отлично! Большое спасибо за советы и рекомендации. Очень приятно. Спасибо. Звоните к нам, друзья, в студию, присоединяйтесь. Сегодня мы разыгрываем замечательные подарки. О них я расскажу вам немного позже. Тем временем у нас в студии есть новые интересные гости. Это известный кинорежиссер Настап Джапаров. Доброе утро! Доброе утро! По традиции, мой самый любимый вопрос, как оно обычно у вас начинается? Ну, конечно же, как и все, просыпаюсь. Так. И обязательно, конечно, немножко физическое такое упражнение. А, то есть вы делаете зарядку? Обязательно, конечно. Обязательно. Потом холодный душ. И потом уже завтраки и уже на работу. Здорово! Сегодня мы говорим о покупках, об отказе от покупок. Вот мне интересно очень, случались ли у вас такие интересные какие-то необычные покупки? Может быть, безумные, вот лично с вами какой-то случай, либо, возможно, перед съемками того или иного фильма? Не, ну, если говорить о покупках, конечно же, они были, в общем, и очень интересных, и очень много. Ну, поскольку вот сейчас такой вот дилемма вышла, то я сразу у меня в голову пришло, когда я покупал свою гитару, это было в 94-й год. Очень трудные годы для кинематографистов, потому что абсолютно нет работы, совершенно такое бедственное положение, не только вообще у киношников и людей искусства, вообще по Кыргызстану это было. Очень трудно, как раз вот развал Советского Союза. И вот я сделал картину одну документальную на киностудии «Кыргызфильм», и мне выплатили гонорар 800 сомов. В то время это очень большие деньги. И очень долгое время у меня вот дома не было гитары. Просто. И я, у меня дома нет гитары, и я точно знаю, что дома моя семья, жена с тремя детьми сидят без хлеба. И вот я взял 800 сомов и просто заглянул в ЦУМ и увидел там 12-струнную великолепную гитару. Она-то стоила где-то 750 сомов. Я вот кружил-кружил, потом уходил с растворением сердца к семье, вот с продуктами, а потом опять возвращался, уходил-возвращался и в конце концов его купил. И семья у меня осталась голодная, но я приобрел гитару, и вот очень много хороших песен было, появилось на свет благодаря этой гитаре. Ну, судя по тому, что мы с вами здесь беседуем, те суровые времена вы пережили, все наладилось, отлично. А вот мне интересно, что вас радует как творческого человека, какие покупки, может быть, что-то недавно себя покупали, чем-то себя радовали? Не, ну вот по поводу одежды, я, конечно же, такой, у меня, как говорят, шопоголики, шопоголизм. У меня шопофобия, наверное. А, шопофобия. Да, вот я просто захожу вот в магазин или вот там по рядам, и у меня вот какой-то такой страх. Беспокойное, тревожное состояние. И я быстрее хочу оттуда убежать. И все покупки делает моя супруга для меня. И единственное, вот, наверное, вот я, вот ударили холода, вот недавно ударили холода, а я, оказывается, ну, все свитера забыл на Исакулю дома, а тут я остался без свитера просто. И мне прошло, я восстановил машину, смотрю, там вот магазин, где продают свитера. Я просто зашел, вот первую попавшуюся взял, купил, и вот сейчас ношу его. То есть, да. Да, это самая последняя моя покупка, а так я вообще ничего себе не покупаю. То есть вы спокойно к этому относитесь? Это очень хорошо и разумно, с одной стороны. Вот есть такие люди, у которых нет шопофобии, у которых абсолютно противоположная ситуация, они приходят в магазин и начинают сметать все. И на самом деле очень много таких бездумных трат, растрачивания денег. Что посоветуете таким людям? Как воздержаться от лишних таких трат? Ну, я не знаю, это надо, наверное, кодироваться надо. Кодироваться? Ну, нет такого, не придумали еще этого всего. Потому что я знаю, что это вот как наркомания, алкоголизм, шопоголика, очень трудно вылечить. Да, это болезнь, конечно же. Они должны осознать, что это болезнь первая, а потом нужно лечиться. А вот мне очень интересно у вас спросить, как у кинорежиссера. Часто ли во время съемок, когда вы уже осматриваете свой материал, у вас случаются киноляпы? Ой, конечно же. То есть, если в фильме нет киноляпов, то это не фильм на самом деле. Потому что кино – это игра, это неправда на самом деле. Иллюзия. Да, это иллюзия. И люди, в общем-то, играют в нее, те, кто снимает, и те, кто смотрят, они вот придумывают историю, и над ней плачут, смеются. И когда, потом уже, когда люди любимую картину, в принципе, уже как бы выжмут все, что можно было выжать, они начинают смотреть вот именно ляпы. То есть, это тоже игра, когда вот там ассистент что-то забыл там сделать, там, когда вот он один в портфель берет в правую руку, в следующем кадре она оказывается в левой руке. Это повсюду, повсеместно, во всех, даже в самых крутых фильмах есть свои ляпы. Вот у нас как раз-таки есть такая замечательная рубрика под названием «Киноляпы», дорогие друзья. Да, особенно она понравится, наверное, заядлым киноманам. Сегодня у нас под прицелом фильм под названием «Заложница». Давайте посмотрим, какие же там были киноляпы. Все, внимание на экран. Еще раз доброе утро, наши дорогие друзья. Напоминаю, что сейчас со мной в студии находится известный кинорежиссер Эрнест Абдуджапаров. Еще раз здравствуйте. Ну, давайте теперь поговорим непосредственно о вас. Насколько я знаю, уже завтра состоится фестиваль, приуроченный к вашим мастер-классам. Уже вот восьмой год вы их проводите, такой не юбилей. Расскажите об этом подробнее. Давайте начнем с того, что за мастер-классы вы проводите каждый день. Ну, они уже давно известны. Если вот первые три года к ним относились очень скептически, говорили, что ну как так можно за неделю научить там такой сложной профессии, как режиссура, когда вот мы не можем там пять лет в Афгике там, да. С годами тяжело. То уже в четвертый, и вот до сегодняшнего дня все мои коллеги уже приняли, они увидели результаты, есть замечательные ребята появились, именно вот вышедшие из этих мастер-классов. Вот насколько я знаю, через ваши руки прошло около 250 человек за восемь лет, не больше. Да, прошли, да. Ну вот обычно статистика любого киновуза, это вот 10-15 процентов, если кто-то состоится из выпускников, это и считается успех. И вот тоже вот 25-30 уже именитых режиссеров мы уже имеем, поэтому мы держим эту планку солидно. И вот впервые в этом году, потому что вот из года в год фильмов все больше и больше, у выпускников становится намного больше, а участвовать могут прямо с первого до восьмого. И вот мы впервые в этом году отказались от полнометражных художественных фильмов. Мы сейчас будем уже вот на конкурс, могут участвовать только короткометражные фильмы. Поэтому вот если кто хочет просто действительно посмотреть или убедиться в том, что это очень интересный фильм, это вот завтра домики, но с 11 до 6 вечера, в течение двух дней можно будет посмотреть все эти работы. Завтра и послезавтра? Завтра и послезавтра. И послезавтра будет уже, в общем, такая церемония вручения наград, как у Воскара, там есть свои лучшие режиссеры, лучшие монтажеры, лучшие актрисы, лучшие актеры, гран-при там. И они все с денежными призами, и вручать их будут очень именитые, известные кинематографисты нашей страны. Очень такая интересная подача, действительно. А вот если говорить о самих мастер-классах, вот они длятся неделю. Как я поняла, вот что, это такие, наверное, базовые знания, что входит в программу? Нет, это не сколько теория, а сколько это практика. Первый же день мы начинаем работать над идеями каждого участника, прямо индивидуально, и каждый начинает придумывать себе историю на две минуты. И вот получается, что первый день это драматургия, второй они делают уже кастинг, ищут актеров, что такое актерское мастерство, потом уже продюсирование, поиск финансов, потом четвертая, организация съемок, то есть поиск группы. Пятый они видят, как я демонстрирую съемочную площадку. Все происходит. Они получают, снимают уже готовую, на готовом материале уже делают свои съемки, подобно тому, что я показал. Потом мы на их глазах, я монтирую материал, они уже в воскресенье утром до вечера монтируют, вечером приносят, и мы делаем такой мини-фестиваль двухминутных фильмов. Практически все снимают двухминутные фильмы и получают сертификат о том, что они прошли этот курс. Здорово. А сколько участников, допустим, в этот раз у вас? Ну вот стабильно каждый год 20-30 участников. Ну вы, как я поняла, вы уже знакомы с идеями всех короткометражных фильмов, которые будут представлены завтра и послезавтра. Нет, нет, нет. Дело в том, что очень многие, я в течение лета обязан читать их сценарии, обязан им подсказывать, обязан их направлять на какие-то правильные решения. Поэтому вот какие-то сценарии мне приносили, а какие-то нет. То, что многие сняты прямо накануне. Поэтому я даже не успел не только не посмотреть, но даже, в общем, узнать, о чем эти картины. Поэтому вот такой стихийный такой процесс, он обычно начинается вот в сентябре, в октябре, когда после лета они вспоминают, что скоро фестиваль, и кто-то вот... Ну что-то вы все-таки, наверное, успели отсмотреть, с какими-то идеями ознакомиться. А если вот немножечко приоткрыть завесу тайны, были ли вот такие вот идеи, которые запомнились, понравились, что-то такое вот, что вас зацепило? Ну, конечно же, очень интересная такая... Я не говорю о качестве, о качестве будут судить жюри. Но по своей тематике она очень оригинальна. Это вот фильм «Адамзат» Человесского Айнуры Чанчарбаевой. Она, по-моему, шестой мастер-класс. И вот она сделала такую компьютерную интересную работу, где... То есть это графический был. Графический, там компьютер на зеленке, там герои летают. И она антивоенная тема, вот то, что сегодня очень злободневно. Она как-то вот такими простыми методами решила... Там инопланетяне есть, там, в общем, марсиане. Фантастика своеобразная. Да, фантастика. Это такая игра. И она вот запомнилась именно своей идеей, оригинальностью идеи. Антивоенная такая вот именно посыл будет, я думаю, будет интересно. Ну, и, как я поняла, все сейчас ваши силы направлены именно на организацию этого фестиваля. И в этом году, наверное, в принципе, нам не ожидать от вас каких-то новых сюрпризов. Ну, в этом году у меня уже сюрприз уже был. То есть я вот... Самая свежая картина – это «Гекеч». И мы вот весной сделали большой прокат. Вот сейчас собираем сделать повторный. И кому, я думаю, она тоже вот именно интересна по своей драматургической структуре. Но еще интереснее тем, что это фильм про заику, который вот именно из-за проблемы своего заикания не может объясниться в любви девушке. Давайте все самое вкусное оставим на десерт. Обязательно продолжим беседу. А пока, дорогие друзья, мы прервемся на музыкальный клип. Я еще раз желаю вам отличного настроения. Ни в коем случае не покидайте нас. Все, внимание на экран. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Начнем с приятного. Сегодня мы разыгрываем две книги от Сейдмурода Довлатова под названием «Стратегия мышления богатых и бедных людей», а также «Духовные законы богатства». И еще два подарка у нас есть для вас. И это билеты на первую ежегодную премию в свадебной индустрии «Wedding Awards 2015». Поэтому звоните к нам в студию по номеру 90 3121 и рассказывайте о своих самых безумных покупках. Тем временем я напоминаю вам о том, что сейчас у нас в студии находится очень интересный гость, творческий человек, известный кинорежиссер Эрнест Абджапаров. И вот начали беседу о вашей самой недавней свежей работе. И, как я поняла, это был фильм «Ге Кетч» в переводе с кыргызского языка «Заика». Расскажите, пожалуйста, о чем этот фильм? Ну, вообще, если говорить искренне, то это, конечно, автобиографическая картина, потому что я в молодости, в школьные годы очень сильно заикался. Мы этого не знали. Да, и душевное состояние человека, который не может нормально говорить, и над которым все смеются, и тем более, когда человек не может объясниться в любви, вот, в принципе, душевное состояние этого человека передано в этом фильме, в принципе. И не только душевное состояние, только сама структура фильма, она вот именно как заикание, оно вот построено именно на этом принципе. Мне интересно, вот актер, он в кадре должен был, как я понимаю, заикаться. Это было сделано искусственным каким-то путем, либо это был парень, который действительно заикался? Нет, во-первых, он должен был играть на многих музыкальных инструментах, он должен был быть музыкантом, поэтому мы искали среди музыкантов. Он должен был быть очень молодым, значит, у него не было опыта актерского. И в-третьих, он должен был обладать актерскими способностями. И вот мы такого парня нашли, это Нурах Джунушев, он в то время учился в Куренкеевке, потом перевелся в консерваторию, сейчас он очень успешный музыкант уже известный. А в то время мы прямо вот до съемок, где-то в течение месяца, каждый день он приходил ко мне, и я ему, его учил, как нужно правильно заикаться, чтобы это не вызвать такую фальшь на экране. И он великолепно это освоил, и люди, которые знают, вот как на самом деле люди заикаются, они верят, что он заикает. Потрясающе, потрясающе. Но в целом вы остались довольны всеми съемками, результатом? Съемки, фильм, то есть как бы мы вот весной его прокат сделали, и вот в январе собираемся еще раз выпустить его на экраны, потом уже, наверное, чтобы он стал достоянием уже всех. Ну, все-таки вот мне очень интересно, в итоге ты этот молодой человек, он признался в любви, он раскрылся, у него все получилось? Да, он признался, у него все получилось, и он вылечился, и это такой очень хороший хэппи-энд. Отлично. Ну, у нас тоже, я надеюсь, сейчас будет хэппи-энд в нашей беседе. Как всегда, я прошу пожелать наших гостей, что-нибудь нашим телезрителям, ваши пожелания, надеюсь, они будут тоже позитивными, счастливыми, добрыми, теплыми, пожалуйста. Так, ну я, конечно же, пожелаю, чтобы в нашей стране было спокойно, в первую очередь, и в каждой семье было счастье, взаимопонимание, и чтобы дети наши никогда не знали горя, и чтобы все мы относились к этой жизни творчески, потому что только творчество, только культура, только духовность могут спасти и экономику, и нашу страну, и привести к общему благополучию. Спасибо большое. А вам спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня. Очень приятно. Приходите к нам в гости еще раз. Обязательно будем вас ждать уже вот после следующих ваших киноновинок, работ. Что же, еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем. Тем временем мы придвинулись к нашей следующей рубрике, и эта рубрика носит название «Бьюти-эксперт». Как всегда, мой соведущий Пазулжан Илимов ставит на себе новый бьюти-эксперимент, и сегодня ему будут делать маску из груши. Давайте, друзья, посмотрим, как же это все будет. Все, внимание, на экран. Смотрим. Смотрим.